Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я хотел показать вам, как можно работать на калькуляторах Casio FX991, ES и EX. По сути, это одинаковые на самом деле модели. Вот я сейчас их положу, и вы можете посмотреть, что у них даже клавиши-то здесь, можно сказать, одинаковые. Смотрите, немножко отличаются названия, но для нас это, по сути, ничего не меняет. Только вот в этом месте отличаются, все остальное, по сути, одинаковое. Так что, я думаю, показав на одном из калькуляторов, в другом вы без проблем тоже разберетесь, как это делать. Видите, вот тут интеграл вот здесь, а здесь интеграл здесь. Тут calc вот здесь, а тут calc здесь. Тут какой-то QR-option, который нам никогда не понадобится, поэтому можно особенно на это что-то не париться. Хорошо, давайте тогда я покажу сейчас все на вот этом прекрасном розовом калькуляторе, а голубенькие мы отложим в сторонку. Прежде чем отложить его в сторонку, давайте я скажу, чем он отличается. Он отличается просто размером пикселя. У голубенького пикселя большие, а у розовенького пикселя маленькие. Вот и все. Так, кладем его сюда. Ну, для начала давайте рассмотрим стандартный функционал, который есть также в калькуляторах 82, 85 ES. А потом покажем, какие есть отличия в 991 моделях, потому что они такие более прокаченные калькуляторы. Для начала давайте поговорим про синусы. Вот синусы углов различных. Пишем синус 30, получаем ответ 1, 2. Хотим, если в десятичной дроби, нажимаем SD. Вот, теперь мы получили 0,5, потому что нам на ЕГЭ нужно именно в десятичной дроби записывать. Убрали. Если хотим в радианах записать, допустим, пи на 6, что мы делаем? Нажимаем shift, далее вот эту кнопочку, чтобы в сетап перейти, и видим angle unit. Angle это угол. Нажимаем двоечку, чтобы в него попасть. Теперь нажимаем радианы, 2. И видите, у нас вот здесь вот не D буковка горит, а теперь горит буковка R. Теперь вбиваем синус, дробью пишем shift, вот это, чтобы пи получить. То есть все желтенькие надо через shift делать. Shift, пи, вниз, на 6, стрелочка вправо, скобка закрывается. Равно 1, 2, вот так вот 0,5. Замечательно. Кстати, если вы не хотите постоянно вот так вот переключать, 0,5, 1, 2, то для этого тоже есть решение. Нам нужно нажать shift, вот это, то есть в сетап. Выбираем input, output. И видите, вот сейчас у нас стоит mat и mat o. Это означает мат математический input, математический output. Ну то есть там 1, 4 выдает там ответ тоже в виде дроби. А нам нужно mat и, то есть подаем дробь, а получаем ответ в виде десятичной дроби. То есть нажимаем двоечку. И все, вот теперь у нас 1 делить на 5. Это видите, сразу 0,2. И не надо SD нажимать. Давайте вот 1 делить на дробь, 1 делить на 30, минус дробь 1 делить на 60. Это, допустим, в какой-нибудь задаче на линзу нам могло с вами встретиться. Так, далее умножаем на корень из четырех, вправо стрелочку. Умножаем на 5 в квадрате. Видите, очень удобно. Квадрат нажал, сразу появился плюс 3 в кубе. Shift, вот это куб получился. Плюс 10 в какой-нибудь двадцатой степени. Видите, я вот нажал на эту, чтобы степень получилась. Теперь, чтобы вылезти из степени, кнопочку вправо. Плюс, теперь давайте корень n степени запишем. Корень, там, пятой степени из 125. Хотя он не извлекается, но пофиг. Далее, плюс логарифм по основанию 3 от 81. Стрелочка вправо, уже скобочка, видите, автоматически закрылась. Ну и так далее. В общем, вот эти вот все функции тут прекрасно себе работают. Получаем ответ, вот, 1 на 10 двадцатый. Ну, видимо, тут какое-то округление было. Хорошо. И давайте, собственно, посмотрим, какие есть функции в 991 калькуляторе, которых нет в 8 старых моделях. Для начала, что он может делать? Он может посчитать любое уравнение. Для этого давайте запишем, ну, что-нибудь простое для начала. 2, плюс. Теперь, чтобы записать х, мне нужно нажать альфа и вот скобочку. Вот тут, видите, х есть. Вот я записал х. Теперь я не нажимаю вот это равно. Мне нужно равно вот это красненькое. Альфа красненькое равно на кнопке calc. И, ну, чтобы там получилось что-то интересное, давайте напишем 0,5 умножить на х. Ну, то есть у нас получается минус 0,5х это 2, значит х это 4. Давайте посмотрим. Действительно он сможет посчитать. Нажимаем, чтобы решить это уравнение, shift, вот это solve, чтобы решилось. Он выбирает приближение. Ну, давайте, откуда мы будем приближать нашу функцию? Давайте там с любой точки, с девятки. Приближаем с девятки. И что мы получили? Ответ минус 4. А, да, минус 4 должно быть. Там же минус 0,5. Вот, видите? То есть тут надо, такой один непонятный этап, нужно выбрать точку приближения. И он при этом считает вообще любые функции. То есть я могу, смотрите, как сделать. 5 в степени х, вот так вот, 5 в степени х, плюс х, то есть, видите, это показательная, плюс линейная функция. И равно, так, если ответ 3, то вот, равно 128. То есть, как он это будет считать? Медодом приближения, мы даже сами посчитать не можем. Теперь нажимаем shift, вот это вот, solve, чтобы было. Выбираем точку приближения. Ну, давайте, я не знаю, стройки приближения. А, нет, 3, это ответ. Давайте там с тысячи, с 10 тысяч приближать. Равно, равно, о, долго он приближает. Видите, ему нелегко методом касательных считать. Но ответ выдал. Х равно 3, но долго думал. Да, молодец, молодец, спасибо. Да, но если бы я выбрал точку получше, то он бы быстрее, естественно, посчитал. То есть, любое уравнение, какое бы у вас уравнение сложное не было, он может посчитать с одной неизвестной. Но он находит только один корень. Вот в чем проблема. То есть, если у нас будет уравнение с двумя корнями, давайте запишем сейчас какое-нибудь уравнение с двумя корнями. Ну, обычное квадратное. Х квадрат минус 5 умножить на х плюс 6. Если мне не изменяет память, тут будет 2 и 3 корни. Равно нулю. Давайте посмотрим, найдет ли он эти корни. Так, приближение, ну давайте с десятки будет. Видите, он нашел только корень 3. Что же делать в этом случае? Смотрите, тут есть такая функция, как поиск корней квадратного и кубического уравнений. Для этого, что мы должны сделать? Мы должны немножко попариться, сразу скажу. Но зато сможем проверить свои вычисления. Чисто по калькулятору квадратные и там кубические уравнения решать нельзя. Надо обязательно расписать их на листике, а с помощью калькулятора просто проверять. Давайте нажмем меню. Поэтому здесь смотрим вот это. Нам нужно эквейшн фанк. Нам нужно нажать букву А, чтобы попасть. То есть альфа, вот видите, А красненькая. И полиномиал. Я, если честно, не знаю, как это переводится. Но, в общем, если сюда я захожу, то у меня считается многочлен какой-то степени. Вот давайте сейчас многочлен второй степени. Видите, тут сразу х квадрат. Я вбиваю 1 минус 5х плюс 6. Вбил уравнение. Нажимаю Enter. И тут он мне выдал оба корня. Их первый корень 3. И второй корень 2. Видите, в таком случае квадратное уравнение можно полностью посчитать. На этом калькуляторе очень удобно. Можно использовать различные функции. Квадратное уравнение. Уравнение третьей степени. Вообще любые функции. Найти корни этой функции. Но, как показывает практика, я в прошлом был обладателем вот этого калькулятора, который тоже самое все это считает. Но тут, кстати, немножко по-другому в эту менюшку переходить. Давайте я вам покажу, как здесь это делается. Вот у нас 5-е ЭКУНЕ. Нажимаем пятерочку. И тут выбираем из списка, какое уравнение нам нужно решить. Вот у нас есть, я так понимаю, система с двумя уравнениями. Вторая система с тремя неизвестными. Третье квадратное уравнение. И четвертое уравнение третьей степени. Ну, давайте попробуем систему уравнений сюда вбить. Тоже интересно, как получится. Давайте 1Х плюс 1У равно 5. А здесь, это получается у меня 2 и 3 корни, да? 2Х плюс 1У это 4 плюс 3 равно 7. Давайте посмотрим, найдет ли он корни. 2, 3. Замечательно! Вот, видите, сумел решить систему уравнений. В общем, функция крутая, не спорю. Я ею пользовался вот именно в процессе решения варианта 0 раз. Но прикольно, когда ваш калькулятор может такое делать. Поэтому, наверное, если вам не жалко там лишних, немножко переплатить денег. Но зато у вас есть солнечная батарея. У вас есть возможность посчитать вот такую любую сложную функцию. А, кстати, вот еще так же, вот здесь вот на крышечке, вы можете заметить, что тут уже вбиты все константы, которые есть. Вы можете не искать число в Агадру, а вот с помощью там коротких клавиш можете сразу вбить это значение. Вот постоянная Больцмана. Вот заряд электрона. То есть давайте попробуем shift 7, вот константы. И он нас спрашивает, какую константу вам надо. Вот давайте константу заряд электрона, 23-ю. Хоп, и он написал E. Давайте посмотрим, чему она равна. 1,6, 0,2, 1,7 на 10, не на 19. Это, конечно, круто, но нам для ЕГЭ надо считать не 1,6, 0,2. Нам надо 1,6 просто брать. Поэтому, хоть это константы и есть, но лучше все-таки я вам советую вбивать в нормальном виде. В общем, калькуляторы крутые. Калькуляторы пафосно обладают крутым функционалом, который вы, скорее всего, использовать не будете. Но прикольно, что он, если что, есть. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. А также, если вы хотите ознакомиться с моим годовым курсом по подготовке к ЕГЭ по физике, то кликайте по ссылке под этим видео, пишите в нашу группу ВКонтакте, и вам расскажут все подробности. Я веду на этом курсе, и я смогу привести к высоким результатам. Всем спасибо и пока!